День воскресный, день чудесный, а сегодня я к вам спешу с репортажем на тему апартаментов. Но самое главное, что нам рекламировали, это как именно жилые помещения. Сейчас 24-й год, и все, и даже закона нет на рассмотрении о том, что примите. Ну как? Ну, прям у меня слов нету, честно говоря. Основной вопрос вам, зачем вы купили? Почему вы не купили, например, квартиру? Ключевая разница, почему вы сюда пришли? Фразы вырваны из контекста, но в этом выпуске я, безусловно, дам возможность людям высказаться полностью. Дам дополнительно развернутые комментарии, чтобы у нас с вами сложилась вся картина. В этом сюжете я вас привлекаю как неких, в кавычках, судей. Посмотрите, пожалуйста, ролик до конца, выслушайте всю информацию, а после напишите ваш вердикт в комментарии, что вы считаете по этому поводу и как правильно нужно поступать. Почему-то, забегая наперед, я уверен, что среди вас будет большая доля внимания, которые станут на сторону властей и правительства Москвы. Как вам такое начало? Предыстория. Наверное, около пяти лет назад на канале выходит выпуск с обзором апартаментов в здание бывшего завода. Я их снял тогда в аренду для того, чтобы показать, какой вид жилья есть в Москве и сколько это стоит. Комментарии были разные. Спустя несколько лет мы снимаем тот же самый объект, но уже апартаменты трехуровневые, где человек покупает их для полноценной жизни там всей семьей. Комментарии по этому поводу всегда были спорны, ведь это не жилые помещения, переделанные под жилые помещения в зданиях старых заводов и прочем. Но всегда был один очень острый комментарий. Я его вам вывожу даже на экран и подчеркиваю. В любой момент могут снести. И вот сегодня как раз об этом мы и поговорим. Этот выпуск получился у меня действительно детальным. Я его постарался разобрать с разных сторон. Я подсветил людей, они высказались полностью. Мы разобрали мнение человека, кто занимается недвижимостью, нам дадут развернутый комментарий. Я изучил, что рассказывают вообще сами власти Москвы. Скрывают ли они эту историю или не скрывают. Ролик, как я считаю, получился объективным. Прямо сейчас мы начинаем без промедления. Приятного просмотра. Мы находимся в Москве, в северном Медведково, северо-восточный административный округ. Улица Полярная, дом 31, строение 1. Здесь когда-то была фабрика швейная, большое кирпичное здание. Примерно в 2014 году эту фабрику приобрел инвестор, некий Новиков у Москвы. Он купил это здание, по-моему, где-то за 300 с чем-то миллионов. И по тамошней моде, тогдашней моде, переоборудовал это здание под апарт-комплекс. Татьяна Николаевна, вот у вас сохранился буклетик рекламный, который вам вручили в каком году, не помните? В 2015 году. Вот покажите, пожалуйста, что вам там, на что вы делаете акцент. В 2015 году это вот буклетик, но самое главное, что нам рекламировали, это как именно жилые помещения. Можете посмотреть, как многофункциональный комплекс с такими вот очень хорошими жилыми помещениями. Правда, мы все это доделывали сами, вот оборудование, но в шоу-руме нам наручили, извините, вот эти буклетики. Все объяснили, и мы покупали это действительно как жилые помещения. Тогда он его назвал стартинг-хаус, многофункциональный комплекс. Были подведены новые коммуникации, потому что объемы канализации, водоснабжения и теплоснабжения для жилого дома гораздо больше, чем для фабрики. Я так понимаю, что с правительством Москвы это все было как-то согласовано. Единственное, я не знаю, каким образом и как это тогда делалось, как это сейчас делается. Я знаю, что, по-моему, в 2015 году или в 2016 приходила то ли жилищная комиссия, какая-то комиссия приходила обследовать этот дом. Посмотрели, что да, действительно здесь апартаменты. И вынесли предписание привести в соответствие вид разрешенного использования земли. Потому что вид разрешенного использования земли не был изменен. Если раньше он был для производства, то вот эта комиссия, соответственно, предложила инвестору его изменить. Рассказывайте, получается, смотрите, мы с вами выходим из здания, которое на сегодняшний день не жилое, но по статусу, но вы как бы его полноценно считаете жилым. Да, я в нем живу, да, у меня своя отдельная собственность на это помещение. И мы рассматриваем это как квартиры или апартаменты. И вообще, вот когда мои соседки рассказывали, почему мы купили этот дом, первое, конечно же, цена, второе место, в-третьих, это не доля в доме. У нас свои отдельные кадастровые номера на собственность. Мы являемся владельцами своих участков, вот как бы, выделенных. И еще такой момент. До, вот, с 2014 года апартаменты продавались везде. Они сейчас продаются. Куда ни глянь, есть проекты с апартаментами, но юридического статуса у них нет до сих пор. Ну, как бы. И в 2021 году я могу тоже приложить с РБК статью о том, что Путин давал распоряжение своим подчиненным органам. Он в январе месяце давал, 21-го года, в январе 21-го года он давал распоряжение, там, советам своим принять законный статус апартаментов. Апартаментов. Юридический. То есть, с проживанием, с пропиской, не с пропиской, но юридический статус. До сих пор этого юридического статуса у нас в законе нет. Просто, вот, слово есть, закона нет. Есть жилое и нежилое. Все. А между ними до сих пор продаются апартаменты. Это же не только наш дом. Это же, если посчитать, сколько метров квадратных продается апартамента в Москве, ну, за голову схвачит, а юридического статуса нет. А вот здесь очень важный комментарий. В первую очередь, все то, что сегодня люди будут рассказывать, нужно слушать очень внимательно, чтобы вы поняли весь смысл этого выпуска. Пока человек сам не столкнется с проблемой, он ее до конца не понимает. Сколько раз я снимал выпуски, где людей обманывают, с машинами, с кредитами. Люди смотрят, но все равно есть всегда доля процента, которая вляпывается в этот обман. Но когда человек сам напрямую с этим сталкивается, он говорит, ого. Вот, например, как сейчас Ольга кричит, юридического статуса нет. Давайте посмотрим вообще, что сегодня пишут в интернете. Что сегодня есть в открытом доступе. Я пишу, что такое апартамент. Устарелое, большое, роскошное помещение. В чем разница между апартаментом и квартирой? Это главное отличие с точки зрения закона. Квартира – жилая недвижимость, а апартамент – коммерческая, нежилая. Они предназначены для временного пребывания, а не постоянного проживания. Это уже говорит о многом. Этот статус дает вам возможность временно пребывать, но не постоянно проживать. Хотя, как показывает практика, люди живут в таких апартаментах годами, и никто им этого не запрещает. Смотрим дальше. Я забиваю в интернет, как переводится слово «апартаменты». Апартамент от французского – квартира, от итальянского – отдельное помещение, комната. В словаре Ушакова понятие «апартамент» – комната преимущественно большая. Покой. И вот все, что вы встречаете первым в интернете, в частности на Википедии, связано с Европой, с Америкой. Но мы-то живем где? Мы живем в России. Давайте посмотрим ту же самую Википедию, что написано в России. В России апартаменты – это не жилые помещения, не относящиеся к жилому фонду, но имеющие необходимые условия для проживания. Апартаменты продаются в административных зданиях, а также в зданиях, имеющих статус гостиниц. И вот на эту тему уже можно снимать отдельный выпуск. Но в этом сюжете я вам покажу просто всю картину с разных сторон. И вы сами поймете, почему одни апартаменты в ближайшие годы 100% сносить не будут, а другие будут. И об этом официально заявляют во всеуслышание. Это не скрытая информация. Обо всем этом по порядку мы дойдем. Но давайте посмотрим вообще. Вот люди считают это помещение полноценным жилым домом. Хотя самим понимаешь, что это не жилое помещение. Давайте посмотрим, что внутри. Вот мы заходим по домофону. У нас стоит ворота с хораной. У нас охрана в доме. Закрытая полностью территория, как у бизнес-класса. Ворота, соответственно, охрана открывает, когда нужно. То есть просто так к нам на территорию не попасть. У нас, в общем-то, место очень хорошее. В плане вот-вот вся эта территория, вся парковка за парковку. Люди платят деньги. То есть мы можем здесь велосипеды оставлять, машины. Мусор выводится каждый день. Я просто у тебя хочу именно вопрос спросить. В частности, я как у жителя. Ну ты же правильно сейчас сама говоришь, что по факту статуса апартаментов нет. Нет. Но когда мы в 2014 году покупали, мы рассчитывали. Были разговоры. Очень много разговоров было о том, что примут, примут. Путин в 21 году сказал, примут закон. Примите закон до августа месяца, 21 года. 21 года. Сейчас 24 год. А закона нет. И все, и даже закона нет на рассмотрении о том, что примите. Ну как? Ну, прям у меня слов нету, честно говоря. Таким образом, получается, ты, например, приезжаешь, ты на что, на автобусе ездишь или на машине? На автобусе. То есть ты выходишь из остановки. От метро. Да, или пешочком от метро дошла, да? Да, летом пешочком, где мой холодно. И вот ты приходишь, и мы сейчас что-то типа заходим в подъезд. Правильно вы понимаете? Да, да, все правильно. Не закрывайте. Вот у нас свой ключ. У каждого мы прикладываем. У нас тоже охрана здесь сидит. Ну, то есть дом. Вот, чтобы вы понимали, толщина стены, да? Ну вот, это вот монолит полностью. Тут никакое-то непонятно. Здесь вот слева-справа, получается, уже квартира. Вот охрана у нас сидит. Да, вот помещение, вот номер помещения у каждого. И пошло-поехало. Вот там в том крыле как бы есть. То есть давайте так, смотрите, мы поднялись на шестой этаж. Да. Соответственно, лифт. Все, собственно, как и в обычном жилом доме, правильно? То есть подъезд, вот, заходим, лестничная клетка, и это квартира слева-справа. И в одну из квартир мы можем зайти, ну, просто апартамент, квартира. То есть для вас это полноценно уже квартиры, но по статусу это пока еще апартамент. Для нас это очень хорошие квартиры, у которых есть все. Пожарная сигнализация здесь прекрасно работает, да. Места общего пользования большие, широкие. Да, пожарная сигнализация и пожарное обеспечение. Как это, противопожарная безопасность. Слушайте, а сколько вообще всего у вас здесь получается в доме? 220 апартаментов. 220. Да, и что очень интересно, когда КРТ только, значит, объявилась, там было написано, что на территории КРТ будет гостиница на 220 номеров. Отлично. Прямо посчитали, да, что там? Ну, там еще там запасный вихрь, но что-то ресничный вихрь. Да. Везде щитки, везде камеры. Если что-то происходит, то, соответственно, получается, что охрана в курсе. Вот квартира. Да, может, не снимай. Да ладно, я разуюсь. Друзья, короче, по-живому заходим с вами. И сейчас я вам просто, вот видите, люди разрешили подснять, показать. То есть, смотрите, вот вход. Получается вот такая, правильно, прихожая. Дальше за вами здесь что у нас? Санузел. Баня, туалет. Ну, баня вы имеете в виду? Санузел, санузел. Ну, вон, душевая кабина, пожалуйста, санузел. Все как положено, стираться можно. Далее нас первым делом встречает кухня. Да, да. Соответственно, у вас здесь электроплиты, раковины. Все, можно мыть, стирать, все, что хочешь. Далее небольшой диванчик. То есть, что-то типа, да, зал. И на второй этаж мы сейчас с вами поднесем. Опять же, подчеркиваю, что вторые этажи здесь строили в силу того, что потолки сами по себе высокие. И то есть, ты внутри своего помещения там используешь площадь как сам хочешь. Такая тема известна. Мы с вами ездили на автозаводскую, снимали апартамент. Ну, действительно, как люди отмечают, такого много. На втором этаже я при своем росте метр восемьдесят стою. Ну, в полный рост. То есть, понятное дело, уже впритык практически. Но, тем не менее, в полный рост все. Пожалуйста. По-моему, 20. Интернет, телевизор, диван. То есть, полноценно спальное место. И здесь кто-то типа тоже, да, комната. Но здесь уже, наверное, без окна надо, да? Да. Ага. Ну, вот, то есть, обычно, как правило, может быть, вентиляцию дополнить, все подтягивать. Вот здесь на горху есть. А, у вас уже выведено все, да? Да-да-да, вентиляция все есть. Соответственно, вот такого рода жилье стоило людям, ну, вот, там рассказывали, там, 4 миллиона рублей с учетом ремонта на момент покупки. Вот, квартира у тебя, на. То есть, понятное дело, что кому-то это может, там, не понравиться, как жилье, но это, друзья, на вкус и цвет. Для взрослого человека, там, не знаю, там, для студента. Это, пожалуйста, живи, не хочу. То есть, там, смысл в том, что, вот, да, люди покупали. И шумоизоляция здесь неплохая. Теплоизоляция вообще классная. Окна, при том, что они большие, но они почему-то не промерзают. Вот у нас, кстати, у меня дети в другом доме живут, в жилом. Вот столько иния в некоторых квартирах, потому что плохо сделали окна. И совсем кратенько, в описании к ролику и в первом закрепленном комментарии вас ждет ссылка на телеграм-канал, куда я делаю, собственно, все анонсы и много интересного там действительно есть. Я вас всех приглашаю подписаться. И в том числе, если вдруг вам нужна помощь при покупке и продаже недвижимости, вам нужна помощь специалиста, который поможет вам провести всю сделку от и до, обращайтесь по всем вопросам. Телефон вы видите на экране. Землю перевести предлагали и рекомендовали. А перевод в жилое состояние вот этих помещений, оно никого не интересовало, потому что люди здесь покупали апартаменты, зная, что прописаться нельзя. И всех это устраивало. Почему? Ну вот потому что, например, у нас многодетная семья, у нас есть прописка. Но у нас есть большое количество детей, которых надо просто расселить где-то. И остальные в большинстве своем тоже, они имели прописку, и их не интересовало вот где-то жилое помещение. Их интересовали апартаменты. Тогда речь шла о том, что апартаменты от жилого отличаются только тем, что нету прописки, нету регистрации. Марина, расскажите, пожалуйста, вот один человек говорит, мы купили, нам все нравится, мы сделали ремонт, все устроило, интересный вид жилья. То есть личное мнение человека, который заплатил за это сам. И вы в том числе, правильно? Вы когда покупали, вас тоже все устраивало. Я к тому, что я знаю комментаторов, они сейчас напишут, но это же офисное здание, вы в нем покупаете что-то типа квартиры. Ну как это? Как это может нравиться? Значит, я покупала эти апартаменты, эту площадь, да, в 2015 году. То есть я видела, как здесь это все переделывали, как висели большие объявления, да, растяжки о стоимости. Но поскольку мне нужно было купить квартиру для мамы, я живу на Полярной здесь же, да, мне очень понравилось это место. Это, естественно, цена. Потому что здесь действительно новостроек не было к тому времени, немножечко цена была ниже, чем где-то там аналоги, да, новостроек. И дело в том, что я занимаюсь недвижимостью, я немножко разбираюсь в документах, да. И здесь совершенно все нормально на тот момент было. Прекрасный договор, аренда земли на 49 лет. Это все было зафиксировано в Росреестре тогда. Я это все проверяла. Были согласованы ипотеки на нескольких банков. В том числе и я брала ипотеку на это жилье. Но это не жилье, а апартаменты. Здесь, как уже люди говорили, демонстрировалось это как шоурумы и позиционировалось как временное проживание, допустим, да, или с возможностью проживания. Ну и вот все было более-менее нормально. Потом каким-то образом исчезла у нас оплата из платежек за аренду земли. Ну мы там спрашивали вяло текущую. Ну не спрашивают плату. И ладно там, ну как это обычно. И вот вдруг у нас, значит, днами было получено, и то не всеми, да, в феврале месяце, это был 20, какой год, 22-й? 23-й уже. В феврале месяце 23-го года, да, были получены уведомления о том, что этот дом, значит, попадает в комплексную развитие территории, да. И нам было предложено всем, как собственникам этого, этих апартаментов, да, нам было предложено финансировать или инвестировать в, значит, ну, в усовершенствованной территории. Понятное дело, что мы все, естественно, испугались, да, и стали переговариваться друг с другом. Ну как мы можем что-либо, ну, усовершенствовать, да, непонятно. И более того, было сказано таким, строить дома, ну, каким образом? Более того, было сказано так, что если вы все вместе, абсолютно все собственники гидранных апартаментов будете участвовать в этом, то тогда еще с вами, может быть, будем разговаривать. Но это утопия, конечно, не все будут участвовать, да и не все смогут. Более того, даже не все получили эти письма, уведомления, не все. Ну и потом стали разворачиваться вот эти вот события, да, мы про инвестирование узнали, о том, что на торги выставлен дом. И, конечно, мы все в шоке, потому что в данном случае моей маме, уважаемому человеку, профессору, жить негде. Я уж не говорю о том, что сколько стоят сейчас они. Сейчас данные апартаменты нашей площади стоят по 7 миллионов, это рыночная цена примерно, да. И, конечно, как мы можем купить, вот, допустим, я маме не могу купить однокомнатную квартиру. Они сейчас стоят там 8 миллионов, 9 миллионов, 12 миллионов. Где нам взять такие деньги? То есть, реально, моя мама 85-летняя будет жить, ну, или у меня там мы подвинемся, да, или просто на улице. Ну, такая ситуация. Мало того, можете посмотреть, вот здесь вот апартаменты по центру, смотрите, написано. И здесь и ипотека, и здесь у нас, и, в общем-то, все, что хотите. Просто мне бы понять, вот вы утверждаете, и прямо говорите, что мы покупали как жилые. Это вам кто? Менеджеры в офисе продавали, что это как жилое? Ну, нет, мы, конечно, понимали, что, но, знаете, тогда говорили о том, что если раньше у нас не было в стране такого вида жилья, как апартаменты, то, в общем-то, скоро дома доработает этот закон и их узаконят. На это мы, между прочим, и надеялись. Кстати, сейчас в Думу как раз и вносится такой закон о том, чтобы установить... А сколько он уже вносится, не помните, вот этот закон? Ну, я думаю, года два, наверное, уже. Они пытаются, но как-то все это отодвигается. Но, с другой стороны, вы же посмотрите, в Москве сколько строится апартаментов. Строится, да. Очень много. И поэтому мы надеялись, что раз такой большой сектор жилья, то тогда, видимо, это каким-то образом юридически и законодательно будет урегулировано. Мы на это надеялись. А вот здесь идут ключевые фразы от людей, которые копировать, вставить будут говорить все собственники подобных нежилых помещений, апартаментов по всей Москве и другим городам, где подобная ситуация происходит. Вокруг нас строилось огромное количество апартаментов. Вот здесь, понимаете, апартамент апартаменту рознь. Потому что, смотрите, я вам даже сейчас пишу в интернете апартаменты Москва купить. И что вылетает? Это по факту, ты смотришь, это новостройка, это жилой дом, ну, визуально. Но статус у него апартаменты, ну, это новый дом. Опять же, видите, даже вылетает с языка дом, квартира. По факту здание, апартамент, помещение. Но не квартира и не дом. Ну, соответственно, когда люди ездят по Москве и видят то, что там апартаменты строятся, там апартаменты строятся. Когда они видят промышленную зону, и там тоже написано апартаменты. Получается, равно. Но со мной ездила Наталья, это специалист по недвижимости, вот я ей задаю вопрос. Наташа, вот объясни, вот послушайте, что я спросил. Я, скажем так, как зритель, хочу понять. Значит, человек, вот этот некий Новиков, который покупает это здание, делает это абсолютно легально. Почему нет? Ничего не нарушает. Да, да, пожалуйста. Он покупает его, все, к нему вопросов нет. Дальше. Он имеет полное право в этом здании делать то, что можно по закону. Реконструкцию. Делать реконструкцию, делать офисы, апартаменты, он имеет на это полное право. Верно? Он уже ничего не нарушает? Нет, почему ничего не нарушает? Он сделал реконструкцию, да. Продать людям он это точно так же может. И люди могут это покупать, получать свои отдельные кадастровые, полноценную собственность. Да, у них все то же самое, только у них у помещения назначение нежилое. В квартире у тебя написано жилое, а здесь нежилое. Люди могут привлекать сюда заемные средства, будь то кредит или ипотека, банки на это дают без проблем. А нам что, банк с тобой подписал кредитный, ты банку должен денег. То есть люди тоже ничего не нарушают? С удовольствием тебе выдадут, тоже ничего не нарушают. То есть получается так, что все законно, никто ничего не нарушил. Татьяна Николаевна в своем монологе говорит. Вот, в Госдуму внесли законопроект о статусе апартаментов. Я думаю, о, надо почитать. То, что я вам сейчас озвучу, вы просто офигеете. В частности, все те, кто владеет подобными апартаментами. Ведь вам в рекламе, когда продавали, рассказывали немножко другое. Давайте почитаем. Статья выходит в ведомости от 19 октября 2023 года. Можно сказать, совсем недавно. Давайте сразу к делу. Мы должны были дать определение, что такое апартамент. Соответственно, сейчас все работают над тем, чтобы все-таки правильно описать этот вид нежилых помещений. Внимание! Никто никогда не говорил, что апартаменты будут приравлены к жилью. Такого быть не может. Рассказал он. Как вам? Никто никогда не говорил вам официально, что апартамент может быть приравлен к жилью. Люди же всегда ссылаются на что? Это вот подчеркиваю, эта картина везде одинаковая. Что мы при покупке, в офисе продаж слышали информацию, что вот-вот завтра уже примут статус, все будет хорошо, апартаменты будут иметь вид жилья и что только не рассказывали. Это факт. Такое было. Давайте посмотрим, что в этой же статье написано чуть-чуть ниже. Ранее в Госдуме разработали законопроект о запрете рекламы апартаментов под видом жилья. Один из авторов инициативы говорит, что в рекламе зачастую нет информации о статусе недвижимости, а именно апартаментов, из-за чего граждане думают, что покупают жилое помещение, а на деле апартаменты. Ну вот вы в 2016 году покупали? В 2015. Сколько вы денег отдали за эти апартаменты? 3 миллиона 100 с чем-то тысяч. А в ремонт сколько вложили? Около, ну может быть, 1900, вот так, где-то 800-900. То есть и того 4 миллиона, можно сказать, под ключом стало? Ну получается, что так. Поэтому если сейчас и решать нас каким-то образом, то я думаю, хотя бы мы не по кадастровой стоимости покупали, понимаете? Не по кадастровой. По рыночной, конечно. Вот поэтому даже если все-таки дело дойдет до компенсации, хотелось бы получить справедливую компенсацию, понимаете, да? По документам у нас только первый этаж. У кого-то 18 квадратов, у кого-то 23, это очень мало. Тогда было это очень мало, сейчас это просто... Норма, да. Вот, а соответственно, второй этаж плюсуется, но по документам нигде не идет. И людям надо было, соответственно, строить лестницу. Лестницы очень дорогие, минимум 100 тысяч тогда было. Вот, людям надо было делать, ну, достаточно сложные ремонты, дорогостоящие. И нас привлекло еще то, что это просто красиво, это здорово, это необычно, это вот не вот эти вот плоские конурки-студийки для молодежи, а это интересное помещение. Вот это тоже очень важная деталь, ведь покупая, еще раз, ты платишь за 20 метров, но потолок у тебя 6 метров, и все поголовно в этих апартаментах надстраивают тот самый второй этаж. Таким образом, у тебя получается плюс, ну, сколько там, 15 метров, допустим, того там 35, грубо там назову, 40, то есть двойная площадь у тебя получается, но плачешь за 20 метров. А в случае, если вдруг снос, компенсация, то тебе дают по документам, а по документам у тебя 20 квадратов. С точки зрения комфортно-некомфортно, ну, вот, люди рассказывают, вам не нравится, а другим нравится что-то необычное, новое, больше площади по меньшим деньгам. Или деньгам, как правильно. Прямо сейчас мы с вами прервемся на короткую рекламную паузу, а после нее я дам возможность также людям полноценно высказаться, не прерывая их, а после уже покажу вам ситуацию чуть с другой стороны, на которую сам взглянул в процессе подготовки к этому выпуску. Внимательно послушайте людей, местами будут эмоции, а потом я вам покажу официальную позицию властей. Моя личная рекомендация для любого бизнесмена подключиться к телефонии ЮИС. Ведь данный сервис позволит полностью контролировать ваш бизнес через интернет. Записи разговоров помогут вашему менеджеру вспомнить, о чем был разговор, для того, чтобы подготовиться к следующему контакту. А руководитель всегда сможет узнать, почему сделка не состоялась. Онлайн-мониторинг покажет ситуацию в компании в целом и по каждому сотруднику отдельно. Что поможет прозрачно, быстро и качественно оптимизировать работу вашего бизнеса. И это только малая часть возможностей. По сути, вы просто меняете оператора связи, при этом получаете огромный функционал. Вы можете перейти к ЮИС как со своим номером, так и приобрести новый. Будь то мобильный, региональный или федеральный. 8800. При звонке вашего клиента будет встречать голосовое приветствие. А многоканальное меню поможет распределить звонки на нужных операторов. И вам больше не понадобится иметь кучу номеров на сайте. На одном едином номере сможет работать неограниченное количество человек без привязки к офису. И когда-то все это стоило огромных денег. Но облачные технологии делают данные функции доступными даже самому малому бизнесу. И не зря у ЮИС самая высокая оценка на Яндексе в сегменте. Получите личную консультацию от специалиста ЮИС по ссылке в описании или по QR-коду, который вы видите на экране. По ним же вы получите 1000 рублей на бонусный счет для теста данной платформы. Пользуйтесь на здоровье. Основной вопрос вам. Зачем вы купили? Почему вы не купили, например, квартиру? Ключевая разница. Почему вы сюда пришли? Значит, во-первых, в нашем районе мало нормальных новостроек. Их нет. Было на тот момент, правильно? Тогда не было вообще. То есть вот Полярная Пиковская появилась позже. Вот. В нашем районе только старые дома тогда были. Мы хотели новый какой-то дом с новыми коммуникациями. Потому что основные проблемы – это коммуникация. Вот мы ребенка сюда, в старый дом силим, и начинается. У меня там потекло, я там залил, меня залили, там это отключилось. Опять света нет, канализация забилась. Здесь было абсолютно все новое. И до сих пор работает все как часы. То есть когда мы читаем про новостройки того же пика, где там льется, забивается, отваливается, промерзает и прочее, и прочее, мы мелко крестимся. Потому что у нас здесь вот такие кирпичные стены, плюс навесной фасад еще вот такой, пожарная сигнализация, которая работает как часы. Тогда, когда действительно там котлеты горят, а не просто там почему-то как в новостройках. У нас здесь просто все супер. И управляющая компания супер. И ухаживают за домом. И все замечательно. И вот это был новый дом. Вот мы его купили. Но не было новостроек в то время. Но не было же новостроек в то время вот в нашем районе. А мы здесь живем недалеко. У нас все дети здесь живут. И мы живем здесь недалеко. И действительно мы в шоке, что у нас сейчас условно дом с людьми как крепостных. Просто вот пинком под зад. Потому что кому-то очень нужно это место. Напротив глобус. Улица широкая. Вот туда 15 минут пешком до метро Медведково. Шикарное место. А вот мы сейчас пройдем туда на территорию. За нашим домом стоит офисное здание. Какое-то производственное. Ужасное. Старющее. Разваливающееся. Оно в КРТ не вошло. А вот там вот если по диагонали тоже за нашим домом я покажу. Автомойка. Автомойка, не автозаправка. Оно тоже в КРТ не вошло. А почему? У меня большой вопрос. А почему? То есть у меня складывается ощущение, что вот автомойка и тот домик. Наверное кому-то важному принадлежит у нас в городе. И городским властям сказали не трогать. Не трогать. Автомойка. Она нужна? Вот она прям сильно важную роль играет здесь. Может ее можно снести вместо монолитного дома с историей. Здесь остановка называется кожгалантерейная фабрика. А эта фабрика есть, кожгалантерейная. То есть историческое монолитное здание. Хотят снести с людьми, проживающими, с собственниками. Больше 20 человек собственников хотят снести. А автомойку и какое-то производственное непонятное серое здание, а-ля вот это. Ну, я покажу потом. Его не снесут. Вот у нас напротив глобус. Место шикарное. Ну, как бы самое наилучшее место. В нашем доме МФЦ находится. Есть, так сказать, множество подобных случаев, когда люди, у которых какие-то нежилые здания и даже жилые, не хотят уезжать. И потом у них неожиданно там появляется какая-нибудь проблема. Ну, вот на вашем месте, вам вообще, когда вот все это дело началось, вам что говорят? Это должны будут снести, здесь что-то построить другое? Вообще, вам хоть кто-то объяснял развитие территории? Как оно будет выглядеть на месте вашего объекта? Что здесь обещают? Нам все время путают следы. То есть полгода у нас на сайте города Москвы висела карта, на которой наш дом не в КРТ. Эту карту убрали только в сентябре. Вот недавно. То есть официально мы были по одной карте в КРТ, по другой в карте не в КРТ. Значит, в описании КРТ и по заявлению Каданцева, зампрефекта, вот мы ходили в префектуру Свау, было сказано, может быть, ваше здание и не снесут. Когда я задавала вопрос, почему мы вообще туда попали, никто не ответил. Ни письменно, ни устно. Когда я спросила, можем ли мы рассчитывать на компенсацию в натуре, Каданцев очень воодушевился и сказал, а почему бы нет, да? Я оговорилась, я говорю, апартаментами, не каким-нибудь гаражом. Он сказал, нет такого понятия апартаменты в юридической практике. Я говорю, строятся апартаменты, пожалуйста, Нормандия, пожалуйста, легендарный квартал, у того же пика есть апартаменты. Хорошо, вы отбираете у нас апартаменты, дайте нам другие апартаменты или оставьте нас в покое. Почему это здание второй раз за сколько там, за 15 лет Москва решила перепродать за 10 лет. То есть первый раз она продала в 2014 году, второй раз она вот хочет продать в 2024 году. Мы живем почти год уже в ситуации, что вот-вот у нас должны отнять собственность. Люди в такой ситуации обычно здоровыми не выживают. То есть мы хотели бы уже закончить вот эту ситуацию каким-то образом. Мы хотели бы просто какой-то перспективы, просто жизни в Москве. Я говорю, я потомственная москвичка. Сто лет тому назад у моей двоюродной прабабки таким же образом отжали здание на Арбате. То есть у них был дом с мужем, они были, актеры Вахтанговского. У них отжали, оставили им там одну комнатку из всего дома. Вот сто лет прошло, опять у меня то же самое теперь. Я вот хотела бы, чтобы еще там какое-то количество лет пожить спокойно. Просто если мы... Мы же не получили эти квартиры, эти апартаменты даром. Мы не приватизировали их, нам не давало это домком, местком, правком. Мы не были гастрарбайтерами, мы не чистили, так сказать, улицы и потом получили бесплатно эти квартиры. Мы на них зарабатывали тоже. И сейчас люди еще продолжают выплачивать. Это страшно с точки зрения вот ипотечного договора. А что там написано? Если залог ипотечный начинает терять свою стоимость, а он начал терять свою стоимость после объявления АКРТ, потому что кто теперь купит это помещение? Теоретически банк вообще должен потребовать от заемщика выплатить остаток ипотеки прям в сию минуту. Это вот вполне может быть в ипотечном договоре. Таким образом, семья теряет, во-первых, жилье, во-вторых, она теряет, соответственно, деньги. То есть они становятся бездомными банкротами. А теперь я вам предлагаю немножко разобрать ситуацию с разных сторон. Вот сегодня мы находимся в Москве, внутри МКАДа, на улице Полярная, 31, строение 1. Промышленное здание бывшее, которое люди сегодня считают полноценным жилым домом. Давайте посмотрим просто, где мы находимся с помощью спутников. Значит, я вам открываю карту. Вот оно, здание у нас выделено. Что нас окружает рядом? Вот Ольга рассказывает, хорошее место. Да, с точки зрения промышленной зоны, бизнес-центров, это вполне хорошее место. Проезды, подъезды, всё удобно. Вот я удаляюсь. И что мы видим? Слева зелёные районы. Вот это полноценные жилые районы, где расположены жилые дома. Справа то же самое. А здесь вот такой пятачок большой образовался. Это так называемая промышленная зона. Но это мы смотрим с космоса. Давайте поближе посмотрим с помощью вот такой картины. Мы можем прогуляться. Это от 2023 года. Но общая часть ясна. А я перемещаю вас прямо вот у двора. Видите, как интересно фотографируют, что и летом мы можем оказаться, и зимой. То есть, что мы видим? Самая настоящая промышленная зона. Здесь так называемый бизнес. И вон там на горизонте виднеются те самые новостройки. То есть, это место так и называется промышленная зона. Здесь мы с вами фиксируем следующее, что люди проживают в промышленной зоне. Когда мне начали рассказ, там, КРТ, да, не каждый же день вы интересуетесь развитием территории, что такое КРТ. Вот вы мне ответьте на вопрос, кто из вас, где бы вы ни жили, и когда в последний раз заходил на официальный сайт администрации вашего города. Уверен, среди вас такие есть. Но у вас меньшинство по отношению к населению вашего города. И, соответственно, в Москве то же самое. И сейчас я некоторых, возможно, шокирую информацией. Ведь люди перечисляют. А вот то здание почему не ломают? Возможно, мохнатая рука. Давайте посмотрим вообще официально-то, какая информация есть. Для того, чтобы ее узнать, я так и написал в интернете, что такое КРТ. И вот открывается сайт правительства Москвы. Программа комплексного развития бывших промышленных зон и неэффективно используемых территорий. Так-так-так. 17% старой Москвы это промышленные зоны. Можно зачитать, потому что информация очень даже дополняет наш выпуск. Она напрямую связана с нашим выпуском. Московские промзоны являются важнейшим резервом для развития города. На них суммарно приходится около 17% старой Москвы. Сегодня почти четверть всей новой недвижимости Москвы создается именно на таких территориях. В Москве реорганизацию бывших промышленных и других неэффективно используемых территорий города объединяет проект комплексного развития территории. Это те самые КРТ. В городе вместо зон отчуждения появляются точки притяжения. Заброшенные предприятия промзоны, где расположены склады, отстойники такси, где нерационально используются земельные участки, превратятся в современные районы города. Далее этот текст вы можете дочитать. Но ключевую мысль я вам доношу следующее. Власти никак и не скрывают, что там, где сейчас есть вот эта промка, ее вот так вот под снос, и на ее месте что-то новое. И что-то новое это не обязательно жилые дома. Хотя их строят в том числе. Это тоже не скрывает. Подчеркиваю, я в этой ситуации некий журналист. Я понимаю, что когда ты говоришь что-то хорошее в отношении администрации, сразу все, бабки дали денег. Говоришь плохо, но не объективно получается. Вот информация с открытых источников. В том числе на этих местах строят скверы, строят храмы, строят парки, строят детские площадки, строят школы, детские сады и медучреждения. И в том числе заявляют, что должны будут построить различные производственные помещения для нового бизнеса экологичного, то есть создания новых рабочих мест. То есть, по-моему, город развивается, и строить в городе заводы, где будет дым стоять, не надо, а вот что-нибудь экологичное, но внутри города, для создания рабочих мест надо. Как вам это звучит? И самое, что интересно, вот она, та самая карта. Открываем. Значит, синим это планируемые объекты, которые попадут, да, или уже попали, и, возможно, там что-то будут делать. А красным это уже реализуемые проекты. Ну и вот, собственно, мы приближаемся к нашему месту. Вот эти вот три кусочка красным выделены, это те самые кусочки, которые он только что показывал с космоса, что вот промзона. А слева еще есть какие-то то ли гаражи, то ли какой-то отстойник, ну, я думаю, это вопрос времени, до него в процессе тоже доберутся. Вот он наш адрес. 31, строение 1. И все, что красное, это как раз те места, куда показывала Ольга. А вот там здание стоит, а вот там автомойка, а и она что нужна? Вот, пожалуйста, это тоже все подвергается вот этому сносу. Но про снос, внимание, здесь будет сейчас очень интересная информация. Таким образом, вся вот эта промышленная зона попадает под комплексное развитие территории, и это официальная информация. Вы, если живете вдруг в апартаментах, можете полазить по этой карте, посмотреть, попадаете вы или нет? Да, смотри, я буквально неделю, по-моему, назад, или две недели назад, это была история, когда я сообщала о том, что из Росреестра стали приходить отбивки по многим так называемым апартаментам, о том, что не проходит регистрация. И даже, то есть, были случаи из такого разряда, когда человек продавал апартаменты, которые находятся в ипотеке, другие у них тоже их покупали, люди загасили изначально их ипотеку, да, там заплатили 2 миллиона, а потом документы приостановили регистрацию. Насколько я знаю, то есть, вот этот шум гам был где-то около недели, то есть, люди бы очень сильно все нервничали. Даже по Москве ходил список, там было около 200 адресов, но никто не знает точно, насколько это корректно, может быть, это там было перераздуто, там на кого-то произвести впечатление, но часть из этих адресов точно были актуальны, по ним были при остановке в регистрации. Объединяло их все то, что они, это было именно не жилые помещения. То есть, еще раз говорю, это не были апартаменты, потому что апартаменты, это название исключительно народное. У нас в законодательстве такого статуса нет. Наверное, последние лет 8, каждые 2 года у нас говорят о том, что вот-вот придумают все-таки, что такое апартаменты. То есть, причем сначала говорят, что апартаменты переведут в жилое, но на самом деле там самая главная задача хотя бы дойти до какой-то норм, где будут написаны апартаменты, это, потому что никто даже не знает, что это такое. То есть, для государства, что вот такие нежилые помещения, в котором были сегодня, что гараж, это одно и то же, нежилое и нежилое помещение. И, в общем-то, вся эта шумиха была где-то неделю назад. Сейчас сказали, что вроде как, вроде как там большую часть этих регистраций как-то протолкнули, но люди очень сильно напряглись. И, в общем-то, как я и говорила, наверное, неделю назад, что, наверное, я бы воздержалась какое-то время еще от покупок таких. Что касается конкретно этого адреса. Здесь, смотрите, здесь вид разрешенного использования земли, потому что мы всегда отталкиваемся от того, что первично всегда земля и собственник земли. Потом уже помещение и прочее. Вид разрешенного использования земли, вы это можете увидеть, допустим, если у вас есть кадастровый номер или точный адрес какого-либо помещения, вы всегда можете посмотреть, какой там вид разрешенного использования. Здесь это участки смешанного размещения производственных объектов различного вида, участки размещения жилищно-коммунальных объектов, объекты размещения помещений и технических устройств гаражей. Соответственно, здесь ничего даже как-то подтянуть к временному проживанию. Понятное дело, что мы можем всем рассказывать, что мы тут живем, но в целом-то навряд ли это будет кого-то беспокоить, потому что здесь даже назначения такого нет. То есть если бы хотя бы земля была там условно как для размещения зданий временного проживания, как это обычно происходит под так называемыми апартаментами, которые изначально строят застройщики, там вот назначение земли должно быть что-то, что-то, что-то для временного проживания. Вот примерно такая формулировочка. Здесь ее нету. Но, наверное, про аресты, которые наложены на управляющую компанию, я не знаю, стоит ли говорить, потому что управляющая компания внезапно не платит целых 13 миллионов рублей. Часть зданий, допустим, холлы, места общего пользования по-прежнему принадлежит ООШКе, и эта ООШКа не платит деньги, и, соответственно, на нее уже наложили через судебных простовов требования. Вот об оплате этих 13 миллионов рублей. Это, в принципе, все общедоступно, можете посмотреть. А еще общедоступная информация, что все вот эти промзоны и бывшие фабрики, заводы – это бизнес. Ничто иное, как бизнес. Я вам сейчас это покажу и расскажу. В процессе люди говорят, за 300 миллионов примерно человек купил себе это здание. Он инвестор. Для чего ему это здание? Для того, чтобы на нем заработать денег. Любая коммерческая деятельность равна добыче прибыли. Нужны деньги. Я просто сейчас грубо беру 300 миллионов, делю на 220 апартаментов у них получается. То есть один апартамент условно 1 миллион 363 тысячи обходится, плюс надо здание перевести, надо здание благоустроить, сделать эту реконструкцию. Давайте возьмем так, что 1 миллион чистыми он зарабатывает с апартамента при продаже. Хотя бы. 220 миллионов как с куста прилетает. Ну как с куста? Это грубо, да? Я говорю, как с куста. Возможно, меньше, но факт. Коммерческие помещения есть на первом этаже. Также есть своя управляющая компания, которая точно так же ежемесячно собирает деньги. И это нормально, это абсолютно прозрачно, легально заработок. Это главный инвестор в собственник. Дальше. Что же делают люди? Общаясь с людьми, мне за кадром некоторые рассказывали, что слушай, как только узнали, что появилась эта КРТ, как вы думаете, что сделали владельцы этих апартаментов? Конечно же, попытались их поскорее продать. И даже сейчас, заходя на доски объявлений, мы вот, пожалуйста, я вам ввожу на экран. Продается, продается, продается. В этом здании у людей есть, говорят, по 16 штук в собственности у одного человека. Потому что он их покупал как инвестицию. Он купил и сдает их в аренду. Один человек мне говорит, я сдаю здесь апартаменты за 45 тысяч рублей. Я ж немножко офигел, тоже думаю, ну нифига себе, вы вдумайтесь, какая хорошая прибыль идет при условии того, что ты их купил там 4 миллиона, даже сегодня не стоит, 7 миллионов рублей там, условно. А тут 45 тысяч приходят. Открываю, смотрю, единственные на длительную аренду, так и вовсе 70 тысяч рублей за них люди просят. Посуточно, само собой, вот, пожалуйста, можно там 90 тысяч делать, если прям хорошая-хорошая загрузка будет. На основании этого хочу сказать следующее, что люди в этом здании видят точно так же для себя бизнес, который у них сейчас может прикрыться. И я их прекрасно понимаю, ну, не будет бизнеса. Но опять же, инвестиция равно что? Инвестиция равно риски. И они это все прекрасно понимали, когда их покупали. А вот те, кто пошел на поводу, что завтра это будет жилым домом, это официально примут, вот их, конечно, жалко или не жалко. Вот здесь вы пишите ваше мнение в комментариях, но досмотрите до конца, и дальше я вам поставлю вопрос финальный. Мы столкнулись с тем, что мы в вакууме. Мы не знаем, что с нами произойдет в реальности. При том, что мы очень много куда писали, снимались, говорили, просили, умоляли. В соцсетях, ВКонтакте нам из ДГИ сказали, что, ну ладно, так и быть, вас не снесут. Перед этим информация была такая, что дом снесут. Теперь кто-то, какая-то женщина, неопознанная, не представившаяся якобы из ДГИ, нам на словах сказала, что хорошо, вас не снесут. Но ситуация такая, что мы, конечно, не верим ни во что. Вот это здание, оно было включено в КРТ. То есть КРТ же подразумевает собой, что если были какие-то там производственные площади, которые сейчас не используются под производство, вот они могут попасть под такие комплексные развития территории. Куда попала эта территория? Изначально в первом распоряжении вот конкретно этот адрес был указан с формулировкой снос слэш реконструкция. Ну это что-то типа казнить нельзя помиловать, непонятно только что делать. А сейчас вышло распоряжение департамента от октября 2023 года, где абсолютно по всем зданиям ничего не поменялось, кроме этого здания, в котором указано сохранение. Что конкретно вкладывается в формулировку сохранения, я не могу пока сказать. У меня нет такого документа, то есть не удалось его добыть. Но как минимум я думаю, что это уже позитивнее, чем предыдущий снос реконструкции. Уже хотя бы сохранение. Дальше я думаю, что-то там из этого можно решить. Вот это тоже очень интересный момент. Ольга говорит, мы пишем, мы принимаем участие, мы боремся, нас никто не слышит. Какая-то женщина сказала, но вы вдумайтесь, вот я вам показываю официально бумага по их району непосредственно. Изначально все, реконструкция снос, реконструкция снос и так далее. Все по списку. Но на сегодняшний день единственное здание, которое сохранение. И это их здание. Что это такое? Как вот ответить? Так в итоге слышат их или не слышат? Идут им навстречу или не идут? Что скажете? По закону АКРТ мы не можем остаться. Нас продают вместе с домом инвестору. А инвестор по закону АКРТ нас отсюда выселяет. Ну а выселяет он вас куда? В никуда. На улицу. Да, да. И вам должны сделать компенсацию. Но в силу того, что у вас это нежилое помещение, соответственно, вам будут эту компенсацию делать по кадастровой стоимости. Которая само собой отличается от рыночной стоимости. Вот вам непосредственно, вот вы не смотрели, какую вам вообще компенсацию делать конкретно вам? Вы купили за 3 миллиона 160 тысяч. Нету такой информации в законе АКРТ. Нету расчетной формулы. Закон АКРТ прописан очень общо. Зам префекта Каданцев по строительству СВАО нам почти год тому назад вообще сказал. Ну а в принципе, может быть мы вам и натурой дадим. То есть нежилое помещение 18 квадратных метров, вон там около, так сказать, МКАДа, пожалуйста, гараж. Это же не жилое помещение, вот пожалуйста. Поэтому здесь, ну смотрите, тут неоднозначная ситуация. На самом деле, да, человек, когда он себе приобретает жилое помещение, с одной стороны, мы все несем ответственность за свои действия, поступки, что мы какую-то покупаем машину, квартиру. Это мы должны проявить должную осмотрительность, там, и уточнить, как это работает, какие законы к этому применяются. Это с одной стороны. То есть, в общем-то, ну понимаете, да, это что-то про спасение утопающих. С другой стороны, если мы говорим про человека, который приобретает себе, здесь просто нельзя говорить, жилье, да, какую-то недвижимость, ну по идее, по идее, да, ну не все же прям вот такие, там, не знаю, умные, шустрые, предусмотрительные. И вроде как у нас и закона нет, что мы прям вот обязаны, да, вот быть очень там грамотными и понимать, что происходит. Поэтому тут ситуация двоякая, и я думаю, что ее все-таки нужно ввести в сторону диалога. Мы переживаем, потому что по закону ОКРТ в любом случае мы теряем свою недвижимость. Даже если дом сохранят, то по закону ОКРТ мы здесь не останемся. В документах к аукциону, которые выложены на официальных сайтах, нет ни одного слова о том, что дом является обременением, что там будут какие-то жильцы, какие-то владельцы. Не было ничего сказано, там было для потенциальных инвесторов, была проведена презентация, где представитель ДГИ сказал, что и гостиниц здесь не будет якобы. То есть в течение всего этого года информация крайне противоречивая. По закону ОКРТ мы теряем все, поэтому мы нервничаем. Смотрите, у нас такой нюанс, что еще год назад, когда в феврале, в марте месяце 23 года нам пришли письма ОКРТ, кто-то их получил, кто-то не получил. Они так безлично, не каждому собственнику обращение, а ко всем, проживающим в этом доме. Дело в том, что когда нам внесли ОКРТ, очень быстро было принято решение, прям буквально вот в марте, по-моему, нам пришли эти письма, там к лету уже все, уже мы в КРТ, уже как бы. Сейчас мы вот писали, что люди живут, что здесь не производство. Вопрос с производством. Изначально, когда мы в 2014 году покупали у Новикова апартаменты, квартиры свои, нам говорили, что нам показывали договор аренды земли на 49 лет, и говорили, что как только все собственники получат свои кадастры, земля будет переведена в соответствующее, либо офисное назначение, чтобы люди могли находиться в своих апартаментах. Да, мы согласны, что это не жилое помещение, мы на это изначально были согласны, что мы не можем прописаться, мы не можем детей там зарегистрировать в школы, без проблем. Но дайте нам, здесь у нас в каждом помещении свой санузел, свой счетчик на свет, на воду, у нас отдельный кадастровый номер, полноценная квартира для жизни. Я могу в любое время прийти, открыть своим ключом квартиру, остаться ночевать и пользоваться всеми благами цивилизации. И изначально, как бы, Новиков нам обещал при продаже, что как только все выкупят собственники, земля будет переведена в соответствующее. И ему, насколько я знаю, жилищная комиссия приходила, смотрела и дала распоряжение Новикову перевести землю в соответствующее назначение. Конечно, у нас, как мы понимаем, нет юридического назначения апартаментов, но хотя бы, что мы не производство. Ну, потому что мы не производство уже давно, как бы. Но почему-то, почему-то, непонятно почему, земля до сих пор производства. И причем у нас до 2018 года была графа в квитанции о том, что мы платим за аренду земли под домом. С 2018 года она пропала, как вот уже соседка моя говорила. И, ну, как бы, мы не поднимали шума. Управляющая компания, Новиков сам заинтересован здесь, как бы, здание у него, ему принадлежат помещения, как бы, коридора, лифта, лестничных холлов. И он, как бы, владеет управляющей компанией. И, ну, мы рассчитали, что, наверное, он как-то что-то там сделал. Вот. Мы, у нас доступа с управляющей компанией нет. У нас девушка делала запрос управляющей компании по поводу документов. Молчание. То есть, ну, как бы, диалога нет. И вот про диалог ваша юрист говорила про диалог с ДГИ. Нет у нас диалога с ДГИ. Нет. Они нам пишут отписку, что ваш дом внесен в КРТ. Назначение земли вы изменить не можете, потому что дом внесен в КРТ. Все. Все. А дальше дальнейшие действия на усмотрение инвестора, который придет. А мы умываем руки. Если бы сегодня встал бы вопрос у вас еще раз апартамент по долгому плану покупать для жилья, обошли бы в Аталандюру или бы уже в этот раз? Нет, конечно. Нет, уже нет. Потому что в 2014 году, когда мы покупали, было на слуху, что закон примут, закон примут, закон примут. В 2021 году Путин обещал закон принять. Уже все. Вот уже вот ну все. Я бы не рекомендовала покупать апартаменты в легендарном квартале, в Нормандии, у Пика апартаменты покупать, у Кроста апартаменты покупать нигде. Потому что этот дом попал в КРТ, а любой другой дом может попасть туда, где будет проведена очередная хорда, очередной диаметр. Людей просто выкинут или у людей перед окнами поставят какой-нибудь магистраль или мусоросжигающий завод. Когда люди спросят, а как же у нас тут дети живут, они дышать этим будут? Им скажут, нет, 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 дети у вас здесь не живут и вы здесь не живете. Кыш отсюда. Таким образом, мы с вами приближаемся к логическому завершению. Позицию людей вы услышали. Точно так же я постарался показать позицию властей из открытых источников. Мы подняли права вопроса, что такое апартаменты и что о них сегодня говорят власти. Что я хотел показать вам этим выпуском и что я хочу, чтобы вы услышали. Покупка недвижимости для жизни для многих людей вопрос очень важный. И вы видите, как люди переживают, ведь многие из них живут в этих апартаментах. Но к чему это может привести? Когда вчера ты покупаешь по сниженной цене, когда тебе говорят, все будет классно, завтра, не сегодня, а завтра, будет принят закон и все будет хорошо. Но к чему это может привести? Точно так же людям я задал вопрос, ну как вы считаете сами, если сейчас зайти в жилые кварталы вашего района и у ваших соседей спросить, как они смотрят на то, что вам здесь все снесут и построят ровно то, что планируют строить власти. Поддержат они снос или оставят? Ну догадайтесь, что ответили сами жильцы и что бы ответили люди. И вот именно поэтому всех вас я точно так же призываю, наконец-таки в комментарии, высказать ваше мнение, как вы считаете, как правильно нужно поступать в этой ситуации. На секундочку забегу вперед, все те, кто в своем городе или в Москве захотят купить себе апартаменты, возможно точно так же, как бизнес для сдачи в аренду, смотрите, есть карты, вы можете понимать, ведь то, с чего мы начали, апартаменты на Автозаводской, их там нету, как минимум на сегодняшний день. Поэтому, ребята, будьте начеку. Вот к чему может привести ситуация, когда ты купил, ты уже свыкся с тем, что это не здание, это твой жилой дом. Я считаю, что сегодня получился действительно замечательный, объективный репортаж. Ваше же мнение точно так же высказывайте в комментарии. Не добавить, не убавить. До новых встреч всем. Пока-пока.